Добрый день! Сегодня я буду экспериментировать над этой брошью. Эту брошь я делала специально для своего авторского курса «Космическая магнолия». Кто-то прошел это уже обучение и сделал свою прекрасную брошь, каркасную, такую замечательную, красивую брошь. И на самом деле я отслеживаю работы своих учеников. Иногда захожу в их профиль, смотрю, чем они занимаются и насколько я удивлена тому, что некоторые из них начинают делать броши, вот именно такие вот растения на каркасе. И многие пишут мне, что именно с помощью моего авторского курса они поняли, как это делать. Это очень приятно. Но в этом видео я сегодня буду проводить эксперименты над уже готовой брошью. Эксперименты у меня будут с помощью контуров «Таир». Эти контуры мне отправили, сразу говорю честно, на обзор. То есть я хочу их протестировать для начала, понять вообще удобны они мне в работе или нет. Но уже один из контуров я протестировала. И знаете, что хочу вам сказать? Я люблю на самом деле применять какие-то определенные материалы, нарушая инструкцию. В чем смысл контура? Он подходит для декора, текстиля. То есть это футболки могут быть, какие-то джинсовые куртки и так далее. Любая одежда, в общем. В общем, с помощью контура вы формируете такую объемную линию, объемный изгиб. Вы можете выделить контраст какого-то определенного участка вашей работы. И у меня в коллекции сейчас есть белый, черный контур, черный перламутровый и вот такой вот радужный. Но если вот эти я попробовала, да, это хорошие обычные контуры, в принципе стандартные. Буду их использовать в каких-то своих работах. То вот этот вот контур радужный, скажу честно, сначала я его не поняла. Потому что при нанесении, мы сейчас будем с вами тестировать, при нанесении он имеет совсем не радужный, да, какой-то эффект, а просто как серая масса. Давайте сейчас вам покажу. Вот, он вот такой, да. Когда он застынет, то он примет такой сероватый оттенок и немножко будет видно блесток. Я думала, ну что можно с ним сделать, как его можно применить в работе. Я сейчас вам, кстати, покажу, когда он уже в застывшем состоянии. В застывшем состоянии этот контур выглядит таким образом. Видите, это такая серая масса. Блестки, они видны, но они не очевидны. То есть нужно присматриваться, приглядываться. Но я пошла дальше. Я люблю подвергать таким пыткам, экспериментам, как хотите, так и называйте. В общем, я сейчас вам покажу такую фишку, что пока этот контур не застыл, мы его можем растянуть. Мы его можем растянуть вот таким образом. Сейчас он кажется серым-серым пятном. Но когда он застынет, вы увидите, что будет. И на основе вот такой вот находки я сейчас сделаю апгрейд вот этой вот броши Космическая магнолия. И вы увидите, что это очень крутая идея, которую я вам дарю. И вы можете ей пользоваться и украшать любые свои изделия, аксессуары и так далее. Так как у броши у нас здесь основной материал это бархат. Такое вот ворсистое покрытие. Перед началом декора я хочу почистить от всяких ворсинок это покрытие. Я взяла обычный кусочек бумажного скотча. И вот таким образом уберу все-все лишние ворсинки. Вот, кстати говоря, ворсинки собственной персоны. Что я решила сделать? Я сначала его решила как бы нанести на палитру. Потом отсюда я буду брать нужное мне количество. Это вот туда палитра. У всех палитра-палитра, а у меня палитра это кусочек заезженной ткани. Вообще это сейчас импровизация. Полностью импровизация. Потому что можно и... Можно нанести и пальцем. Так, я трогаю и определяю в каком направлении у нас ворс. Потом беру небольшое количество этого радужного контура. Кстати говоря, он не смывается. Я тестировала нанесение способом втирки на обычную ткань. Потом эту ткань стирала и блеск остался. И это классно. Но брошь, соответственно, вы же не будете ее стирать. Тем более, это покрытие будет навеки. Знаете, я не буду мучить вот этой палочкой брошь. Я буду носить пальцем. Пока это сероватый цвет. Но когда это все высохнет, мы посмотрим. Здесь мы определяем. Ворс у нас идет в эту сторону. Значит, мы его таким образом и здесь прям толстеньким-толстеньким слоем нанесу. Вот так это будет блестеть на изделии. Вот таким вот слоем это все ложится и фиксируется. Ну что ж, давайте подождем, пока это все подсохнет у нас. Может быть, на зеленые попробовать еще? Давайте я еще попробую нанести вот на зеленый бархат. Видите, он сначала такой какой-то беловатый, бело-серый, непонятно, такой немножко грязный цвет. Ну, опять же, я убеждена в том, что все правила придумывают люди. И, соответственно, вообще над любой, абсолютно над любой текстурой, материалом, техникой всегда нужно проводить эксперименты и пробовать сделать это как-то по-своему, применить материал, посмотреть, поработать, пощупать его, потрогать, нанести не так, как это сказано в инструкции. Только таким способом вы можете получить уникальные изделия. И все будут гадать, ой, откуда у вас это, откуда у вас это. Хотя, казалось бы, вот оно, пожалуйста, лежит под носом. Ну что, ждем, когда подсохнет. Посмотрите, пожалуйста, как блестит. Я вот сейчас навела лампу, чтобы вы просто понимали, как это будет блестеть на солнце. Это вот эта вот обычная тряпочка, на которую я изначально нанесла каплю этого контура радужного. Сделала как втирку. И вот посмотрите. Где-нибудь вы такое видели? В контуре он совсем так не играет. То есть, когда вы наносите контур, вы этого не увидите никогда. Но когда вы эту текстуру вот так вот растянете по ткани, особенно в декоре броши, это просто находка. Я отрываю от сердца эту информацию, потому что никто ее не знает, знаю только я. Теперь знаете и вы. Поэтому применяйте. Применяйте. Используйте. И радуйтесь, что можно теперь придать блеска вот таким вот способом. Ну что ж, я вам показываю результат. Результат с экспериментом радужным контуром от компании ТАИР. Получилось вот так. Я сейчас специально наведу фонарик, чтобы можно было оценить блеск, как это будет все переливаться при дневном освещении на солнышке. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это результат применения радужного контура и применения его не по инструкции, а именно таким образом, таким способом, который показала вам я. Также я дополнительно, видите, поставила капельки жидкого жемчуга. Кстати говоря, жидкий жемчуг тоже есть у компании ТАИР. Ну, здесь я применила жидкий жемчуг другого производителя. Вот, посмотрите, как преобразилась брошь. Вот, как она вся светится, сияет. На листочке. На листочке я чуть-чуть небрежно нанесла этот материал. Но, тем не менее, в качестве эксперимента вполне интересно смотрится. Уже я буду знать, как он смотрится на темных тканях. что на темном бархате его нужно немножко, может быть, иначе делать. Как на пыление, возможно, как-то легонечко, не таким толстым слоем, как это сделала я. Так. Вот, посмотрите, какие там градиенты. Я уже придумала миллион дизайнов, где я задействую этот радужный глиттер. Я попробую сделать его в качестве втирки на такую ткань, не ворсистую, а вот именно гладкую. В общем, поэкспериментирую дальше с ним. С помощью видео это очень сложно сделать. Вот как это у нас на листочках смотрится. Видите? Так это у нас смотрится при освещении комнатном, в темное время. В общем, как бы этот радужный глиттер, он на белых поверхностях не заметен. Хотя глазами, вот я сейчас своими смотрю, он все равно переливается, сверкает, сияет. Очень и очень красиво. Такой эффект мраморной заморозки, не знаю, как-то у таких морозных узоров. Вот это так у нас получилось на листике. Эффект кристальной ткани, даже можно сказать. Очень красиво. Мне нравится то, что я придумала. В общем, вот так преобразилась наша брошь. Брошь Космическая магнолия. Кстати говоря, вы еще можете принять участие и пройти курс по созданию вот такой вот броши Космическая магнолия. Там не только мастер-класс по созданию вот такой вот броши. Это целый курс, в котором несколько видеоуроков. Также дополнительным мастер-классом и бонусом к этому курсу я сделала вот такую брошь и тоже показываю, как ее сделать. И еще третий, дополнительный, бонусный мастер-класс. Это мастер-класс по визуализации, как начать видеть объемы в изделиях, как начать делать объемные броши и объемные аксессуары. Поэтому приглашаю вас на свой авторский курс. И до новых встреч, пока, до новых экспериментов. Пока-пока. Забыла сказать, после нанесения блестки не отваливаются, то есть они надежны и крепко зафиксированы на поверхности ткани. Вот, смотрите, ничего не отлетает. Ничего не отлетает, все намертво зафиксировано. И это очень круто. Вот так.